Всем привет, с вами Кристалл, и сегодня мы будем играть в долгожданную Diablo 3, которая вышла сегодня, а именно европейская версия. И играть мы будем сегодня в кооперативе, как вы уже, наверное, заметили, с моим другом Skyline. Всем привет! Ну, и что ж, начнём, наверное. Мы начали в стартовой локации, вроде как. И потопаем дальше. Потопаем. Нам надо спуститься куда-то вниз, по сути, по карте, вроде как у нас задание здесь, с новой твистра. Я только почитать хотел. В общем, мессимый пикуросов. И что, всё, что... А, вон ещё. Кстати, не знаешь, как у меня стрела работает? Ты ж вроде как читал какие-то статьи. Она иногда почему-то у меня отлетает на монстров, а иногда нет. Я читал, но они все касались почему-то старых, в основном, релизов. Ну, к беткам старым в мере отношения. Но сейчас же всё переделали. Ага, понятно. Ну, в принципе, там вроде... Написано, что она ищет дополнительные цели какие-то, но как-то странно ищет. Наверное, шанс есть. Скорее всего. Блессинг. Это... А, это хил, типа? А, чё у меня... У меня почему-то... У меня оружие из рук пропадает. Ай, ладно. Так, у нас что за задание? Нам в дверь надо? В дверь. Так. О, привет ли я? Это, по-моему, та, что из роликов в начальном, да, Витя? Да-да-да-да. А, почему она тут вообще? Ну, если смотрел ролики такие, то, что понятно. Ну, там вроде бы они не бежали в город. И вообще... Она сбежала, а вот остался Декарт, в смысле. Там, по-моему, у него вообще метеорит упал. Как вообще убежал. О, второй левел, кстати. Немножко рядом. Чуть-чуть промазал. Да, полмиллиметра. Ничего, что там просто... От самого... От самого этого храма Оно снова осталось. Ладно, я уже... И дыра в крыше. Ты там куда ушел? Ты в следующую комнату? За дневничком? А, Лея... Взяли журнал, у Леи остырили. Да, из-за этой кс-пищи получили. Ну... Ох, я теперь ножиками кидаться у меня. У тебя какой скилл новый? У меня? Ну... А-а-а... Понятно. И рандмен, блин. Это у нас так. От нас какая рандмену, да? Ага. О! А там... А там что? Балкаин. Это дом... А так это дом Декарда Кайна, по-моему. Ну да. В бетке вроде они закрыты были. Я уж не помню. О, ванна, давай помоемся. Давай скупаемся. Удачи, я даже тебе воды охлажу. Потрясем сисечками. А, башни. Тут, по-моему, должен... А, вон журнал, смотри. А. А, да, вот. Весьма круто. Я уже себе целый кубик набил. Точнее, одно деление. Одними только книжками. Ну, и пора монстров. Ты взял касс, по-моему, да? Да, вроде. Извините. Но я верю, что информация важна для удовольствия. Ух, дааааа. Могу я... Дааааа. Я только читать начинаю. Я думал, у нас раздельно. Нет, как видишь, он говорит. С нами обоими не может говорить сразу в двух тонах. Вот, опять эта стрела как-то работает. Такое ощущение, будто когда бы я навожу мышку, она как-то... Как будто тогда и начинает отлетать. Ох, у меня есть ботиночки. Которые ничем почти не отличаются от тем, что... были. Чуть-чуть более светлые стали, и все. Слушай, у меня абсолютно такие же ботиночки, только они у меня почему-то... непонятно стали более большие. Ну, не знаю. У меня просто точно такие же, и я-то... Чуть больше. Ой, чуть больше, е-мое. Другого цвета. Она вроде тебя до конца не замораживает, да? Ну, пока, да. Ну, там, с рунами дело изменится. А, может, в ледышку приводить? Ну, при какой-то там особенности она их тормозит и что-то там еще делают. Понятно. Так, что тут у нас... О, на таб-карта точно. Я уже забыл. Так. Последний раз ты в бета играл, вообще, я уже все забыл. О, там. Я думал, почему-то на М открываться будет. О, зачем я щит взял? А, кстати, я, по-моему, могу щит одевать? Да. Да, я могу. Потом заменим на два арбалета или на один двуручный арбалет. Да, от уника. Ну, если я не забыл, то справа должна быть комната какая-то. А, ее нету, закрыто, заколочено. А, по-моему, раньше и было, или это, опять же, зависит от... Это рандом, как обычно. Смотрите, дневник я выпал? Нет. Вот здесь, смотри, сундук. А, old case. А то у нас, по-моему, мы ведь по-разному видим это. А почему у тебя, кстати, повяз? Ты новую шмотку взял? Я сказал, что это уникой дел. О, эпик вообще выглядит. Прикольно. Я тоже хочу чуть-чуть красного цвета. Что-то у меня чужо потом красным стало. Пояс вроде как. Ну да. А, это... Или тебе кровь стала оставаться? О, давай в этот колодец. Да, я прыгнул уже. Слушай, раньше этого места не было. Был-был, ты что, не помнишь? Мы здесь, это... Тут, по-моему, даже монстров, правда, не было. Вот сейчас только два каких-то зомби взялись. И всё. Тут тупиковое место, только денег собрать, по-моему. Ну, сейчас ещё и монстры появились, так что. О, не так уж это бесцельно. Так, corruption на меня напал, ходячий. Я тоже убиваю здесь этих. Где-то они помогать? А, зачем тебе, в принципе, помогать? Вот, ну и так можешь нормально так развозить. Ну да. По отзывам многих, почему-то всем нравятся лёгкие классы, а... Например... Лёгкие классы, в смысле? Ну... По-моему, все довольно трудно. Ну, так как сказать? В смысле, по тактике игры очень много отзывов набрали. Такие, типа... Ну... Варвара классы, в которых особо не надо заботиться о контроле, что там... Сейчас можно сказать, что они, это, тактически важные. Не, ну, в смысле... Ну, я понял. Многих этих... А твой считается каким-то сложным классом? Он меньше всех народу набрал. За тех, кто желал бы за него играть и описать причину, как... А, у меня, в принципе, тоже есть ловушки, как бы, мой классный. У тебя предпоследнее место было. Вон, смотри, там, этот квестовый монстр. Как он вообще... Плюет зомби? Ты... Как? Я еще нигде не видел такой идеи, чтобы... Именно зомби... Из зомби, который бы плевал зомби. Я знаю, что из Left 4 Dead'а, например, есть... Возможность того, что... Ты в здание зашел? Взрывается этот зомби, да, я зашел. А тут просто... Сам зомби, зомби блюет. Ну, или что это она там делает? Ну, по крайней мере, на это похоже. Ох, я совсем забыл, что у меня ножики, если я даже не пользовался. Так, ничего, из этого я брать не буду, так как... Хлам у меня выпал. У тебя что-нибудь нормально падает? Ты тоже хламся? Относительно. В основе мусор. Так, я вышел, кстати. А почему... А, это то, что на миникарте. Ты показываешь, что там находишься. Нам осталось убить одну бонусную цель, это... Процепить этот мазер. И потом надо будет куда-то в руины топать. Пойдем сразу все локации зачищать. Че? Опыт лишним не бывает. О, день. Кстати, тыквы надо... А, черт. Так особо их не погромишь, наверное. Тебе-то удобно, а вот мне вот... А, у меня мимо них бьет. Ох ты. Не припоминаю такого момента. Нет, был. Только... По-моему, стрелы реально срабатывают, как только я нахожу... Точнее, я навожу на цель. Может, тебе как раз надо наводиться на них? Ну, я навожу, она как бы так оп-оп стреляет. Ну, кстати, надо этот... Подсказку закрыть. Кстати, вот интересно. Вот эти вот монстры, они ведь были во второй части, как бы... Ну, вот эти чертики, которые... Да, в самом начале они плевались своими стрелами, дико раздражали. Здесь почему-то они... Только в самом начале, по-моему. Ну, сколько мы проходили, то есть... Они вроде всегда были в самом начале? Не, ну, вот обычно там они преследовали нас где-то до... Ну, до второго акта, по-моему. Они и в пятом акте были, но они там уже были сильно видоизменены. И, по-моему, ростом раза в два больше тебе. Ну, я до конца вроде как толком не доходил. Так что мне это неизвестно. Но, все-таки, почему-то они всегда только... Вот, точнее, именно в Диабло третьем, сколько я помню, на бете, то там... О, у меня новый премарий скилл открылся. А, кстати, да, я же тоже получил что-то. Ох ты, я ж с тунику выбился именно. Увеличивает... Увеличивает... Что? Увеличивает количество золота и жизней в определенном радиусе. Какие шансы найти-то? Скорее всего, шанс найти. Ну, ладно. Кстати, я дел щит, хотя не подобает мне, но ладно. Так какая тебе разница, сейчас у нас особо все равно ничего нет. Ну, да. Я вот не знаю, стоит качать... Атаковать через цепи. Он как бы, по идее, замедляет и урон наносит. Но как-то тухло так. Вот такие вот цепи. Я не знаю, слабее они или лучше. Не, ну они получше должны быть в нанесении урона. Хотя посмотри. Да, синька выпала неплохо так. Мне тоже. Три топора. Это весело. Денег хорошо выпало. Нам это надо будет. Даже не знаю, поменять мой предмет или нет на даггер. Ну, у тебя же зависит, по-моему, от физического урона, магических действий. У меня способности зависят. Как-то хитро попа через, я бы сказал, аркану и взаимодействие каких-то еще... По-моему, у тебя все-таки зависит от того, что у тебя в оружии должна быть физатака. Как бы нормальная такая. А если у тебя ее нет, то... Ну, то будет, как обычно, урон. Мне казалось так. Или я ошибаюсь? Я вроде как читал маленькая гайка, а вроде бы было так. Проблема в том, что они все наизменяли и довольно сложно сейчас ориентироваться. По старым тоже читал. Так. Можешь почти, кстати, выполнять вот все это на хвост. Все, ей. Так, руны, по-моему, шестого, да, у нас будут? Не помню, сейчас посмотрю. Ой, надо весь мусор собрать. Что-то почему-то не показывают. Раньше, по-моему, показывают первую рулю. А, да, написано у шестого, я что-то заметил. Все правильно, шестого открывается. Пойдем сразу тут все. Да. Ну, тут монстры. Ну, уже нету монстров. Тайничок нашел. Немножко золота и... Я нашел этот сундучок маленький с дневником. Опять же, Кайна. Забирай. Я думал, все время где-то тут лежит. Это не Каин. Каин? Вон, видишь, он же, это, Декард Каин. Справа-то у тебя нету, что ли? Да, это не Декард, это какой-то старый торговец. Я помню, что в бете у него было такое же лицо. А это Каин, по-моему, смысл рассказывать, как... У Каина другой голос был. Если ты прошлое сообщение слушал, Вонда. Ну, не знаю, может... Может, какой-то торговец... Может, он болел. Да, болел и стал моложе. Ну, неизвестно, что там не написано в дневнике, когда он его писал. О, может, еще это для него, е-мое. Может, он этот дневник со времен Диабло 2 писал? Ну, мне все же кажется, что это какой-то торговец. А там прошло 20 лет со Диабло 2, по-моему. Да. Так, ну, полетели. Так, первый в Тристрам пойдем. Да. Нью Тристрам. Кстати, они, по-моему, это... Снесли ведь Тристрам старый и его отстроили, поэтому сейчас называется новый Тристрам. Да, мы только что были на руинах. Это были руины? Да. И вправду, я не прочитал название. С Леей не поговорили. Да. Давай, к Кричам, зайдем. А что у него? У него вот ничего ведь не то, сова. Ну, барахлата у нас, по-моему, много, которые сбить были. Я бы хотел больше это все оставить, в принципе, на этот. Потом сделать из них ресурсы для крафтинга, так как. Делается все и синьки, а белого, по-моему, у нас достаточно. По крайней мере, я поднимаю. Хотя, пожалуй, я кое-что возьму. Тут перчатки довольно неплохие. На 3% поднимают скорость атаки мне. Еще возьму пояс, так как он повышает шанс найти магические вещи. А это важно. Я закупился. Самое плохое, что мне все, все ничего нормального не подходит. Только щит. Ну, там, наверное, шанс должен быть, да? Хотя бы найти, найти магические вещи. Ну, нет, у меня везде все белое там было. Угу. Так. Знаешь, а почему мы не могли выбить этот замок? Не знаю. У меня такой вопрос. Он такой прямо вообще, что ли? У меня стрела, вон, замок ростом даже больше, наверное. Я бы не смог пробить этот замок. Так, слушай, по-моему, слева сверху обычно какая-то фигня лежала в бете. Ну, тут только труп. И физика. Так как там сверху по 5 баллов. Вообще, постоянно здесь дома заходишь, и всегда почему-то крыша. Что это? Ачьивмент? А, мы открыли локацию. Локацию? Ну, скорее всего. Или чекпоинт, то, что мы первые получили, по-моему. Так, нам, я могу. Или опять, так, что-нибудь по времени связанное. Не, скорее, там, по-моему, карта нарисована, так что это, скорее всего, была открыта локация. Ножик весьма сильный, кстати. Я почему-то и не забываю кидаться. Это еще что? Это из него, его атака. Ох, ни хрена себе. Кстати, в модной позе замер. Ох ты, а зачем мне даггер? Не знаю, я с даггером хожу. Ну, а мне-то зачем? А вот и перчаточки хорошие. Я пошел сундук открою. Так, и у нас здесь золотишко с перчатками, правда. А зачем мне перчатки, я вообще не понимаю. Так, у меня нормальные перчатки. Вот, видишь, это же Декар Кайн нарисован. Ну, правда, он тут это, раскрашенный маленько. А справа-то у меня есть. Ну, и справа точно такой же и был. Так что, по-моему, мне кажется, что это все-таки дневники Кайна. И Кайн о них рассказывает. Так как было, по-моему, глупо, что дневник Кайна, но о Кайне рассказывает какой-то торговец. Извиняюсь, по-моему, это был не дневник Кайна, а дневник любого человека, которого мы можем найти. Он рассказывал о том, что... Так на нем же Кайн было написано. Ни на одном дневнике, по-моему, не написано фамилия. Написано не фамилия, а олдмен был. Ну, смотри, мы... Старый человек. Ну, мы Лею находили, там просто Лея была написана. Я помню. Лея журнал было написано, а тут олдмен журнал был. Ну, ладно. Может, я все-таки ошибаюсь. В английском не силен. Да я ее не слушаю особо. Я пытаюсь услышать, но не читать. Так, о, это вот селка штучка. О, сундучок, смотри. Я не помню, что по-насбол. Вау, ты уже не... Почему ты быстрее меня, кстати, опыт получаешь? Мы в ходе одинаково начали. Не знаю, может, какая-то расовая особенность магов. Ну, то, что вы умнее, то да, по идее. Может, от этого зависит. Ну, вряд ли, что так. Это как-то несправедливо. Или просто, возможно, у меня есть вещь, которая увеличивает... Это набор экспишки. Ох, у меня появилась первая ловушка, по-моему. Да. У меня появились штаны. У меня еще много чего, кстати, не хватает. У меня, кстати, нож... Может, ножик взять? И использовать ножик просто, как этот. Так как у меня ведь... 250% по-моему, если я не ошибаюсь, сносит нож. А почему-то не написано. Ну, вроде, сносит столько. Так что лучше уж буду ходить с даггером. Не буду использовать такие атаки. Пока я не найду хороший лук, буду пользоваться именно ножиком. Воткнул в него нож и мой 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 мой. А, ну зашибись, я не могу атаковать простой атакой. Нет, это была плохая идея. Да. Походу, типа атаки у тебя зависит от оружия. Все, буду с луком ходить. Арбалет. Или у тебя лук? У меня? Арбалет в наручник. Мм. Так, вот вроде все. И сейчас мы, кстати, зайдем в этот храм, в котором каким-то образом умудрился выжить Декард Каин. Когда я просто... Серковь, когда в него попала сюда метеорит, комета. Я вообще не понимаю, как этот персонаж смог выжить. Я больше радую то, что упала звезда, но я поражаюсь, как от земли хоть что-то осталось. Ну, она там тем более еще так глубоко ушла. Ммм. И почему-то синенькая, странненькая звезда. Ну, если уж оттуда монстры влазят, в принципе, ладно. Можно также взять, например, у Саккреда второго, если кто знает, то там большинство монстров появлялось тоже из синей этой жижи, которая там была. Может, там же. По-моему, это была какая-то магическая эссенция. Ну, тут тоже, в принципе, может быть из нее. А ты скилл у тебя новый поставил? Да, поставил. Вот он. Так что можешь бегать. Так-то ничего себе монстры в самом начале. Я не припоминаю настолько сильно. Да нет, были. Только шанс того, что попадет... Ох ты, у меня перчатки синий были. Элитник. Мы же на элиту нарвались. Кстати, а почему на очевидные дали? Вроде как должны были дать первые эти. А вот и у нас дневник, по-моему. Дневник? Не знаю, я какой-то слушаю. А, да это письмо пришло, по-моему. Оно постоянно приходит в воде, нет? От Декарта? Не знаю, у меня просто написано новое письмо. Я, опреки, не убил одним ударом семерых. Вау. О, кстати, лук. Я ж могу луки носить. Почему я на арбалет? Ну что? О, он еще и с огнем. У нас монстров неплохо я разогнался. Ну, тебе удобно что-то. Пока у меня не откроется способность десятого. Там, помнишь, такой расстрел? Да. Тут пулемет. Иначе сейчас у меня почти все скиллы ни о чем можно сказать. Ничего особо и не сносил сундук. Ну, будто у меня о чем-то скиллы сейчас. Так. Кстати, да, надо набивать комбы на предметах, так как идет больше опыта. О, черт, только 6. О, слушай, те лук на 7,7 надо? У меня 9,8. Очень хороший лук выпал. Понятно. Еще плюс у него урон от огня идет. Отличный лук, честно. Не будь магом, позавидовал бы, может. А у тебя сколько у таги? 10,2. Нет, 10,8. Ох, вообще нормальный урон стал. Все-таки что-то как-то мне не нравится, эти замедляющие стрелы, так что я поменяю по-быстрому пока. Да, их надо кого-то быстро, кому-то медленнее штамповать. Нет, просто, скорее всего, на них надо руну будет. Иначе сейчас смысла почти никакого использования. Мне, кстати, я могу наводить эту стрелу, даже не наводить, вернее, эту стрелу, она срабатывает. Ну, это у меня еще гран-шанс. Просто, ох, иди сюда. У нас здесь. Руна. Стоп, там вверх выходит. О, надо быстрее идти, кого-то уничтожать. У нас шанс выбить хорошую вещь есть. Да, ищи сундуки, все-все-все-все-все-все-все. Это я его смог так взорвать благодаря этой, потому что у меня, да, круто, я могу взрывать теперь монстров, видел? Да, тут таки я не понял, откуда это и что это было. Это у меня, скорее всего, критический удар нанес, и плюс к тому же, что у меня огненный лук и сработала вот такая вот фишка. Кстати, довольно неплохо золото падает, я заметил. По 45 иногда. Хотя, может, там не было элиты? Не знаю, но синик один был. Хотя считаете ли он элитой? Ну, он что-то среднее тогда уже. Не элита, но близко. Ну да. Капитан какой-нибудь? Возможно. Ох, что у нас там? Ой, ё-моё, я это же не видел. Получалось так просто. С этим свечением на голове я себя чувствую на угоне елкой. Да, ну классно, по-моему. Не, ну, конечно, классно, но просто так. Ощущение. Мне так вообще кажется, что этот песок слипется. Не знаю почему. Разноцветный наркоманский песок. Что может быть лучше? Я знаю, над чем работали разработчики Диамы. И под чем работали. А во второй части, по-моему, там просто ведь руна над головой была. Какая-то штучка, там разные эффекты были. По-моему, руна всегда. Да. Ой-ой-ой, он все взорвется. Эй, уйдите. Какой противный монстр вообще. Ну да. О. Что там? Не знаю. Алтань. Ох ты. Вот смотри, я какого-то Ландана нашел. Ландамы. Я хотел только уважать мою землю и мою дочь. Но видишь, если бы, смотри, мы всегда выбрали книжки, их рассказывал бы кто-то со стороны. Но тут всегда ведь меняется. Ну да. Так что, мне кажется, это зависит от автора. Ну, картинка точно тогда такая такая она была. Не знаю, будем перепроходить, узнаем. Ждите седьмого числа, седьмого июня, когда выйдет русская версия. Мы, конечно, разберемся с этим делом. С этой проблемой. Специально отснимем этот момент. Чтоб вы не переживали за нас. Я думаю, мы раньше с этим закончим. Ну, то есть, когда будем проходить на повышенные сложности. Да, кстати. Возможно, будет отсылка к именно моим летсплеям. Майнкрафта хардкора. Мы будем тут также пытаться хардкорить. Потому что выстроить мы ничего здесь не будем и добывать всякие камушки. Ну, будем хотя бы добывать предметы. Магам было бы круто что-нибудь тут проколопать куда-нибудь дырочку. Ну, если вспомнить, в Трайне, по-моему, Трайн называлась игрушка, там, где такой очень красивая 2D игрушка была. С видом сбоку, да? Да, там можно было, да, мага делать кубики. А, ну да, создал, переставил, кинул куда-то. Да. Так что, в принципе, ты можешь осуществить Майнкрафт здесь. Персонажем только из Трайна. Ну, может, у тебя есть какие-нибудь способности или нет? У тебя вообще ничего такого. Я не знаю. О, так у меня, прикинь, сейчас даже открывается эта способность. Вот сейчас я зарешаю. Самый красный, если я сейчас сменю скилл, я опять минуты-две не буду ничего делать. А почему? У тебя перезарядка-то катал у неё? А вспомню, у меня же такие гитти-откаты на всех скиллах. Смотри, какая у меня способность. Охренительный просто скилл. Обожаю. А, у тебя это... Галактика! Да, я помню этот скилл. Столько мы над ним угорали. Он вообще потанцвета меняет. Кстати, видел луча этого, что с ним произойдёт на третьей или четвёртой руне. Он станет сферой. Я, кстати, не помню вот этого места. Ты помнишь, что в таких трупах распят? Они же постоянно разно генерируются, не забывай. Подземелья все генерируемые. Ну, мы и тогда перепроходили столько раз. Ну, допилилили раз после. Не, вообще, как бы это важная такая часть генерации, я бы сказал, этой локации. Не, я имею в виду, что допилили генерацию, то есть... Так, да, это, то есть, чтобы мы согласились дальше вместе заходить. Сейчас этот квест или эвент, что-то типа того. Что-то серьёзное, чтобы мы были готовы всем. А, вот, кстати, Декард Кайн, хрен знает, как выживший, бегающий в куче монстров. Ещё как-то ему так фартит хорошо, что булыжники им нападают тогда, когда ему надо. Если он не сам его заставил упасть. Ну, вроде бы он ничего не сделал. Кто его знает, собственно? Да, кстати, он ещё со своей... Ну, он просто нереально силён. Если пытаться спасти его, это бессмысленно, он бессмертный просто. Зачем его вообще спасать? Просто бы убежали. Если вспомнить... Самое страшное, что на своём способе может махать-ка, а врагов рядом нету. Да? Ну, сейчас что-то он... О, вот это вот это личка. Что-то он в стену пялятся. Страшно видишь, на нас смотреть. Ну, ему как-то это... Фиолетово. Ну, ладно, пришли спасать. Я вообще весь бессмертный. Чего меня там спасать? Вот, видишь, такая же картинка с правой, голос такой же. Ты живешь. Ты живешь. Ты живешь. Почему я сам не могу открыть эту дверьку? Ты окей? Ты окей? Опа. Сундучок заранее открою. Сундук важнее сюжета. 9,8 сундук не надо. Нам нужны сундуки. Лук 9,8 не надо. Что мне, чёрный экран? А, это... Я аж спугался, думал, у меня игра зависла. А что на самом деле? Кат-это... Кат-сцена, да. Какая-то история. А. Которая, кстати, не была в Бете. В Бете очень много чего не было. Ну так, больше отсылки к Бете тем, кто не знает. Если что. О том мы часто упоминаем Бету. И это ради того, что если вы не знаете, чтобы вас не путать. А, ладно, давай с Леей поговорим. А, ладно, давай с Леей поговорим. А, ладно, давай с Леей поговорим. Хе-хе-хе. Они, конечно, веселят. Скоро наступят что-то последние дни. А так, пожалуйста, не рассказывай больше историй. Лея уже не хочет её истории слушать. Хе-хе. Да, скелетон Кингеном бить, спойлер. Так, потопали? А, кстати, да. Надо посмотреть, что... Хотя я, в принципе, ничего особо не подбирал. Но от хлама я, наверное, избавлюсь. А я вот подбираю всё. Кстати, как быстро продавать? Правой клавишей стыкивать. Я почему-то думаю, что я бы одел её. Вне магазина ты бы её одел. А так? Не, ну, знаешь, частенько, по-моему, в Титан Квесте в том же. Там, по-моему, если щелкаешь в магазине правой клавишей, то она на тебя одевается. А через Control, по-моему, когда начинаешь продавать, то тогда нормально всё. Слушай, меня интересует... У нас же новенький это должен быть, да? Класс не саппортов, а ремесленников. Из... это... Блин. Ювелир. Это такие же, как Blacksmith-то? Так вот, сейчас мы в Blacksmith пойдём. Так это уж, наверное, у нас откроется во втором акте. Если посмотреть на именно вот эти вот украшения, то они... Офигительно мощные просто. Один камушек. Ох, ничего себе, я же простой стрелой пульнул, вышибал так, будто, блин, гранатой. Самому это заскриптованное было. Ну уж ясно, что заскриптованное. Настолько сильное. Это как в Battlefield-е. Ни в одной сцене в игре нету такого, чтобы можно было так базукой разнести целое здание. А именно там это возможно. С обычного RPG разнести огромный дом. Чудеса. Открывай по ней огонь. Я помню. Ну с чем ты мне это сказал? Скилл слишком рады кинул. Так это, лучиком бы её грел. Холодным. Холодный душ бы её устроил, она бы, может, в себя пришла? Нет уж, я уж галактиками теперь гуляюсь. Они у тебя в месте касания по-моему массовые, да ведь? Да, они расширяются, вот, по-моему. Нам нужно больше мин, хрен знает зачем. Так. Пойдём? Неудача. Я так надеялся разнести пару этих. О. Носилок. Ну, у тебя есть желание. Я понимаю, взять и разнести весь дом к чёртову мать. А тебе какие-то носилки надо. Кстати, куда мы пошли? Нам вообще наверх надо. Наверх? Я вообще думал, мы... А, нет, давайте, слушай, книзу налево сходим. Книзу налево? Что там? Ну, не знаю. Тупик, но может что-то есть такое эдакое. Как-то меня не радуют тупики. О, это кто? Кажись, я знаю. Это порт. Я так чувствую, что отступим поплывёт в следующий город. А, ну, это на второй акт выведём. Или как-то во второй голод. Город. Голод. У нас откроется второй голод. Идём. У нас скорость бега, кстати, одинаковая? Или она как-то у нас... Ну, по дефолту, да. А почему? Ты видишь, что он фиолетовым светится? Кто? Вот. Труп? Вот, какой-то кусочек чего-то. А, я думал, что это зайчик бегает, а это кусок мяса. Что-то у меня не в порядке с воображением. Куски мяса выглядят, как кролики. Походу, они... Не только разработчики в определённый момент чем-то баловались. О, кстати, я помню, по-моему, вот здесь вот место должно быть. А, нет, чуть дальше, значит. Ой, что я с кионками пользуюсь? Столько упусков... Ох ты ес, у нас сейчас будут первые руны. Ну, по крайней перри, у меня и я. Неплохо так разнесло. Вот так, мэжик миссиль. У меня, блин, ещё перезаряжается. Ты тоже шестой взял? Да, мы вдвоём взяли, там такое разрушение пришлось. Как раз по... Ох, она у меня чёрная стала. О, слушай, арбалет 10 и 4. 10 и 4, а с какими-то свойствами или просто? Просто. Ну, тогда не надо. Я, пожалуй, останусь со своим. Пока что... У тебя 9 и 8 лук не нужен? У меня он и так 9 и 8. Ну, пошли задание выполнять, или как? Локацию дальше разведывать. Давай лучше разведываем локацию. А, кстати, ты не помнишь, здесь была полянка, на которой много монстров появлялось. Это и есть та полянка. Она была? Там, я не видел, что... Ну, в смысле, по грому масштабу, то это она была. А так, если ты имеешь в виду... Там, по-моему, должна была вспышка быть большая, я не заметил. Нет, не здесь. Там такая молния, по-моему, в землю ударяла, и появлялась куча монстров, по-моему. А, я понял, что ты имеешь в виду магический алтарчик, да, какой-то такой? Ну, я не знал, алтарь не алтарь, там, по-моему, просто поляна и до шефа, он вот здесь. Ну, он чуть дальше, в том направлении. Да, вон там монстров много. Ох, ничего себе, это монстр на фоне колбасово, куда-сюда бегал. Достаточно просто вначале вообще габло играть. Хотелось бы сразу в какой-нибудь хардкорный режим, побольше сложности. Хотя, чтобы ознакомиться с принципом, я думаю, этого хватит для начала. Ну, что тут принцип? Беги миссии. Даже тактики пока никакой особо нет. Ну, сейчас, да, но проблема встанет в том, что выбор вещей, как они обещали, они сделали что-то типа такой плюшки, что быстрая вещь, там, с маной много заморочек будет, особенно для меня. Ну, не знаю, у меня до них... От скорости атаки вещи будет зависеть очень много у меня параметров, магии, скорости восстановления и прочего, и это жестокая смесь. Ну, у меня тоже, как бы, должно быть неплохие вещи, так как у меня вообще два параметра считаются. Это у меня дисциплина и хэгрид. Да, дисциплина у тебя медленнее восстанавливается, чем... Ну, дисциплина у меня используется большая часть на ловушке или на приемы того, чтобы не уходить куда-то. Да, ну, так сказать, она... Поэтому она мне особо не нужна. Кстати, письмо пришло какое-то. Они, по-моему, с каждым морем появляются или как? Письма? Ну... Не, как убиваем, каков-то воина. Это элитник, точно. А с фиолетовым или как-то? Фиолетовый, по-моему, просто усиленный мок. Ничего себе, он взорвался. Это как фиолетовый. И он, да, он лучше, чем мой, да еще и дает жизни за то, что я убиваю кого-то. Класс. Хороший топор с дамагом. Кстати, он еще стреляет даже быстрее, чем тот, что у меня был. Чем быстрее стреляет вещь, тем у тебя быстрее тратится мана. Насколько я запомнил из-за того, что... Ну, это логично, потому что у меня все способности. Нет, в смысле, оно тем больше ее расходует за то время, которое оно используется. Как-то так. Достаточно сложная формула расчета. О, вон там, до себя. Что тебе? Там что-то было? По-моему, здесь вон трупик. Ох, из него синий щит выпал. И монстры! А мне на грудь. Да я вроде бы... Снягую ее, да. Тогда понятно, откуда монстры полезли. Там было забито, чтобы выходит что-нибудь синее. О, круто. Очень круто. Вещь со синий. Синий защит от нее все меньше и меньше. Ну, там, в принципе, не важно защита. Надо больше бонусы на них рассчитывать. Ну да, но защита мне все же как-то тоже нужна. Слишком я уж хилый. А у тебя как по здоровью не написано ничего? 250, но при том, что у меня дефенса почти ноль. Ну, у меня тоже 250. А у дефенса у меня 42 в данный момент. Армор. Насчет деталей я там уж не буду. Там у каждого класса есть своя защита. Маг получается по всем защитным параметрам только от магии хорошо защищен. Относительно, правда. Понятно. Да и вообще в этом не шарит. Не смотрел никаких этих... Все контактники 30% сопротивления имеют сразу урону. Физическому или вообще общему. Ну, в общем, надеюсь, что в будущем дальше будет реально какой-то такой чувствоваться как хардкор. Или что-то. Что-то такое. Вот, кстати, об этом месте я и не говорил. Чтобы там, ну как... Можно было использовать какие-то тактики для того, чтобы воевать. А то сейчас просто обычная миссия монстров. Мне кажется, нас сейчас учит играть вообще. Ну, возможно, хотя бы первые способности получить. Заметь, нас направляют туда-сюда и... Возле дороги в основном такие кучки стоят. Ну, если... Да, локация достаточно огромная. Потому... На нас направляют по извилистой дорожке. О-о-о-о! Ох, еще у него жизнь. Кстати. Ох, надо отойти. Надо убить как-то... Как попробовать 20 штук за раз и получить ачивмент. Ачивмент... Ачивмент это важно. Так как они открывают баннеры. О, и не только. Это важнейшая вещь в этой игре. От нее зависит все. Как же ты будешь жить без красивого баннера. Уйди обратно в ад. Да, вот так вот тебе. Ну, че? Подождем-ка, у меня появятся новые способности. Будем скидывать их всех куда-нибудь. А, что там за способность? Ты не помнишь мою способность? Круг сил-то какой-то. Force of Power. О-о-о, и Force of Power. Не помню. Конечно. У меня способность была. Такой кружок силы вокруг меня. Во все стороны разлетается. Не выкидывает. А, все, вспомнил. Мы над трупами издевались. Я помню, что ты мне декорации все запирал. Которые я пытался сломать всегда. В обломе. Дополнительного опыта никакого не получал. От него. А сейчас, пока я могу наслаждаться, никто не заберет мои декорации. Мой опыт. Да уйди обратно, Влад. Окс. Что? Lost Connection. А, плохо. Ладно, продолжаем. Пошли в этот. Главное уже. Потом добьем остальное. Не охота мне уже бегать. Я хочу новую локацию. Ей. Да. Телепатия. Тут тоже есть такие современные технологии, как в магазинах двери открываться сами. Только закрываться забывают. Да. Я все еще могу украсить опарочку всякой шняги. Декорацией. Ну, я это сделаю гораздо быстрее, пока тут шар долепит. Вот потом будет проблемно. Кстати, когда цифры появляются, это значит, фактически удар я нанес? Цифра? Да. Нет. Цифра обозначает урон, но... А, только у меня не всегда цифра будет таять. Ну, по крайней мере, за какой-то промежуток времени между обновлениями чего-то там, это где-то в справке Близзарда я читал, ужасно длинная статья с ужасным количеством объяснений, при том, после этих объяснений я еще больше ничего не понял. Ну, это же Близзард. Да, и... Часть перевода была такое ощущение, что промтом перевели. Ну, это же Близзард. Свалимся на Близзард. Зачем читать английскую документацию? Кстати, это от тебя такие фиолетовые следы остаются? Да, это из-за магии их подсвечивает. А, точно. Я же тогда играл в бету на английской графике, у меня ничего не было нормального. Да, это был лютый ужас. О, еще один. А у нас сейчас что?